Добрый вечер, дорогие отцы, братья, сестры, матушки. Сегодня продолжаем изучать лестницу, степень 4, облаженным и преснопамятным послушанием. Тут теперь идет несколько примеров, которые приводит Иоанн Лесвичник, чтобы показать реальные примеры послушания. Начнем мы с сказания о преподобном Акакии. «Не хочу неправедно скрывать и лихаивствовать бесчеловечно, не хочу молчать пред вами о том, о чем молчать не должно. Святой великий Иоанн Саваид сообщил мне вещи, достойные слышания. А ты сам, преподобный отче, по опыту знаешь, что сей муж бесстрастен и чист от всякой лжи, от всякого лукавого дела и слова». То есть ссылается на рассказ общего знакомого Иоанна Саваида, преподобного. Говорит так, что «В Азии жил один старец, но весьма нерадивой жизни и дерзкого нрава. Не зная, каким образом приобрел он себе ученика и юношу именем Акакия, простого нравом, но мудрого смысла, который столько жестокости перенес от всего старца, что для многих это покажется невероятным. Ибо старец мучил его ежедневно, не только укоризнами и ругательствами, но и побоями. «Терпение же послушника было небезрассудное», то есть с рассуждением. Он терпел не ради каких-то земных выгод, а именно терпел ради Христа. Видя, что он, как купленный раб, ежедневно крайне страдает, я часто говорил ему при встрече с ним, «Что, брат Акаки, каково сегодня?» В ответ на это он тотчас показывал мне иногда синее пятно под глазом, то есть синяк, иногда уязвенную шею или голову. Акаки знал, что он делатель, то говорил ему, «Хорошо, хорошо, потерпи, и получишь пользу». Прожив у своего немилостивого старца девять лет, Акакий отошел ко Господу и погребен был в усыпальнице отцов. Спустя пять дней после этого наставник Его пошел к одному пребывавшему там великому старцу и говорит ему, «Отче, брат Акаки умер». Но старец, услышав это, сказал ему, «Поверь мне, старче, я сомневаюсь в этом». «Поди и посмотри», – отвечал тот. «Немедленно став, старец приходит в усыпальницу с наставником блаженного онного подвижника и взывает к нему, как бы к живому, ибо поистине он был жив и после смерти. И говорит, «Брат Акаки, умер ли ты?» Сей же благоразумный послушник, оказывая послушание и после смерти, отвечал великому, «Отче, как можно умереть делателю послушания?» Тогда старец, который был прежде наставником Акаки, пораженный страхом, упал со слезами на землю и потом, испросив у игумена Лавры келью близ гроба Акакиева, провел там остаток жизни уже добродетельно. Говоря всегда прочим отцам, я сделал убийство. «Мне кажется, отче Иоанне, что великий старец, говоривший с умершим, был сам сей Иоанн Саваид, ибо он рассказывал мне еще одну повесть, как бы о другом подвижнике, а после я достоверно узнал, что этот подвижник был он сам». Вот такая повесть, кратко сказать, что один простой юноша пришел к старцу, который был жестоким, и, видимо, имел в себе такую мысль, что пострадавший за меня Христос возлюблен мною, и поэтому я желаю также пострадать за него. Пострадать, чтобы очиститься в этой земной жизни от всех греков и страстей. И он, кроме всего прочего, молился за этого своего неразумного наставника. Просил Господа, чтобы Господь его вразумил, чтобы помиловал. А самая лучшая молитва, как мы знаем, это молитва за обидящих нас. Вот как старец Паисий, скажем, говорит, самое лучшее время молиться за человека, если он в чем-то нас обидел. Это молитва дерзновенная, молитва как бы за врагов, молитва с распятием буквально, потому что надо распять все свое негодование, всю свою обиду, и очень духовно помолиться за обидчика, желать ему спасения, как саму себе. И вот в таком разуме Акаки терпел 9 лет. И вы знаете, вымолил, получается, этого свирепого человека, потому что вот после этого чуда, когда он из гроба ответил, то для этого свирепого старца стало такой очевидностью, что за гробом есть жизнь, что есть награда послушникам. С такой очевидностью он вспомнил всю свою жизнь с этим послушником, насколько он уничижал его и увидел, как Господь наградил за такое терпение великое Акакия. И, конечно, этот сам старец пришел в ужас и стал с тех пор уже добродетельно жить и подвизаться. Таким образом, своим благоразумным терпением Акаки не только спас свою душу, вошел в число преподобных, но и спас душу этого своего наставника. Конечно, для нас это пример. Пример, конечно, чрезвычайный, и не так много таких старцев свирепых или таких послушников, но, тем не менее, при случае, по возможности, и нам надо стараться подражать этому благоразумному Акакию. То есть, если случилось, что нас кто-то обидел, то мы должны от всего сердца, искренне, как за самого себя или как за дрожащего нам человека, помолиться за этого обидчика, чтобы Господь не поставил ему этого греха, чтобы Господь не дал возрадоваться дьяволу по гибели этого человека, чтобы Господь, создавший этого человека и проливший за него свою кровь, спас эту душу, какими сам знает путями. И все, что от нас зависит, нужно сделать для этого спасения. То есть, претерпеть, помолиться. И, конечно, будет великая радость на небе, если еще одна душа будет спасаться. И нам от этого великая польза, и этому человеку тоже. Мы помним, вот недавно нам отец Андрей рассказывал про преподобного Андрея Христа ради юродивого, когда его обижали, а он за них молился. Вот такая очень сильная молитва евангельская. Такой молитвы нет, скажем, если допустима молитва в других религиях за других людей, то за обидчика уж таких молитв нет. Это отличительное действие православного человека. И еще повесть об Иоанне Саваите или Антиохе. В той же, говорил он, азиатской обители, был некто послушником у одного кроткого, тихого и безмолвного монаха. Но, видя, что старец как бы почитает и покоит его, он рассудил, что такое обхождение для многих бывает бедственно. Потому и упросил старца отпустить его. А как старец тот имел еще другого ученика, то удаление первого не слишком было ему тягостно. То есть вот тоже такой благоразумный послушник увидел, что старец слишком к нему хорошо относится. И понимал, что он нуждается где-то в укоризнах, в трудах и для очищения сердца. И поэтому понимал, что в этом состоянии вот такое почтение к нему неполезно ему. Отшедши таким образом, послушник этот при помощи письма от своего настоятеля поместился в одном из общежитий, находящихся в Понте. Это сейчас Турция при Черноморске. Вернее, не при Черноморске, а при Средней Семенноморье. В первую ночь при вступлении своего сию обитель, он видит во сне, что некоторые истязывают его за долг. И будто по окончании сего страшного истязания он остался должен сто литр золота. Пробудившись от сна, он рассуждал о виденном и говорил со себе, смиренный антиох, это было его имя, поистине, еще много остался на тебе долг, большой долг остался. Прожил я, говорил он, в этом общежитии три года, беспрекословно исполняя всякие послушания и, будучи всеми уничижаем и оскорбляем, как пришлец. Тогда опять вижу во сне, будто некто дал мне свидетельство в уплате десяти литров моего долга. Пробудившись, я понял видение и сказал себе, еще десять только, когда же я все выплачу, бедный антиох, тебе нужен больший труд и больше бесчести. С этого времени начал я притворяться лишенным рассудком, впрочем, не оставлял служения. Немилости вы же тамошние отцы, видя меня в таком положении и в прежнем усердии, возлагали на меня все тяжкие дела в обители. Прожив тринадцать лет в таком подвиге, я снова увидел во сне являвшуюся мне прежде, будто они пришли и дали мне рукописание, которое совершенно освобождало меня от попечения о моем долге. Итак, когда отцы той обители в чем-нибудь меня оскорбляли, я вспоминал мой долг и терпел мужественно. Преподобный Иоанн рассказывал мне это, отчий Иоанн, как будто о другом человеке и назвал себя как бы антиохом. А на самом деле он был тот подвижник, который терпением разодрал рукописание своих совершений. Вы знаете, конечно, очень радостно верить, хотя и очень редко случается, что приходит в монастырь подвижник, послушник, именно с таким рассуждением, чтобы, зная свое состояние, невозможность в этом состоянии войти в рай, он предает себя на труды, на лишения, на терпение всяких обид и неприятностей, скорбей. И понимая, что все это тесный и тернистый путь, который ведет Царство Небесное и который очищает человека, идущего по этому пути. И тогда все трудности переносятся с Божьей помощью и приносят человеку великую пользу. Но услышим, какой дар рассуждения преподобный сей приобрел крайним своим послушанием. Во время его пребывания в обители святого Саввы пришли к нему три юных инока, желая быть его учениками. Приняв их с радостью, он тотчас угостил их и старался успокоить после трудов путешествия. По прошествии трех дней сей старец сказал им, братья, я блудник по естеству и не могу кого-либо из вас принять к себе. Но они с ним не соблазнились, потому что знали его высокую жизнь. Когда же, всячески умоляя его, не могли убедить, тогда поверглись к ногам его и просили, чтобы он, по крайней мере, дал им наставление, как и где проходить монашескую жизнь. Старец согласился на это, и, видя, что они со смирением и послушанием примут слова его, сказал одному из них, «Господь хочет, сын мой, чтобы ты пребывал в безмолвном месте, в повиновении у духовного отца». Второму сказал, «Иди, продай твою волю и предай ее Богу, возьми крест твой и терпи в общежитии братьев, поистине будешь иметь сокровища на небесах». Наконец, говорит и третьему, «Непрестанно помни сие слово Господа, претерпев и же до конца, твой спасется. Иди, и, если возможно, изберись его наставника о Господе и всех людей суровейшего и строжайшего, и, укрепившись терпением, ежедневно пей от него поругание и уничижение, как мед и молоко». «Брат же сей сказал великому Иоанну, «Отче, а если он пребывает в нерадении, что мне делать?» Старец отвечал, «Если бы ты даже увидел, что он блуд творит, не оставляй его, но говори сам себе, дружи, зачем ты пришел сюда? Тогда увидишь, что возношение истребится в тебе, и похоть плоская тебе увянет». Конечно, мы видим три разных наставления разным братьям, и он дал им, видя их духовное устроение. То есть, одному сказал, чтобы он жил близ духовного отца, другому сказал, иди в общежитие, там много братьев, которые, бывает, не милосердие проявляют, трудные работы. А третьему сказал, «От тебе надо самого жестокого избрать человека и пребывать у него послушником». То есть, видимо, третий самый такой был способный к превозношению и получил вот такое послушание – терпеть жестокого наставника. Ну, то есть, наподобие как у Акакия был. «Все желающие стяжать страх Божий должны всей силой подвязаться, чтобы все мучилище добродетели вместо добродетели не приобрести лукавства и злобы, хитрости и коварства, пронырливости и гнива, ибо это случается, и не должно тому удивляться. Пока человек остается простолюдином, работником на корабле или земледельцем, против него не столь сильно и враги царя вооружаются. Когда же видишь, что он взял печать царскую и щит, и меч, оружие и лук, и оделся в воинскую одежду, тогда скрижет на него зубами и всячески покушается убить его. И так дремать не должно». Отчасти в этом пункте говорится, раскрывается ответ на вопрос. Может возникнуть из предыдущих пунктов вопрос. Неужели в монастырях такая жестокость, и там братья досаждают друг друга, и бывает и клевета, что ли? Иногда миряне так удивляются. Они считают, что в монастыре все ангелы уже. Старец говорит, что не надо удивляться, что в монастыре всякое случается. Почему? Потому что одно дело, человек в миру остается и угождает плоти, и тщеславие своему угождают, и враг против него не сильно вооружается. Но когда человек идет в монастырь, тут бесы вооружаются против него, и Господь попускает такую тяжелую брань, и для чего? Для того, чтобы обнажились все тайники души этого послушника, чтобы он увидел в себе, в своем сердце, и скорпионов, и змей, и чтобы он приносил искреннее покаяние, чтобы не превозносился, и тогда будет очищаться его сердце. «Видел я, что незлобевые и прекрасные отроки пришли в училище для научения премудрости, для образования и получения пользы, но по причине сообщества с другими ничему там не выучились, кроме грубости и порока. Кто имеет разум, тот может понять сказанное». То есть тут говорится, что может человек в монастырь прийти с хорошим пожеланием, справляться, но потом увидит, что многие братья нерадиво живут, по отношению к себе он увидит где-то недоброжелательство или даже злобу какую-то, и он тоже может расслабиться и позволять себе такие же поступки. и вместо пользы от монастыря получить вред. О чем тут еще мысль какая? Что приходит послушка в монастырь, надо настроиться, терпеть всякую коризну, нести послушание и не роптать, все терпеть, сознавая, что враг действует среди братьев, и посредством их он может наносить ему какие-то оскорбления. Но если неправильная мысль будет у человека, что оказывается, здесь в монастыре можно и так жить, можно и коварно поступать с другими. И такой человек, получается, все свои силы может употребить на стержание всякого греха и порока. А с этим нужно как раз бороться. То есть окружающую обстановку надо воспринимать с пользой для себя, а не во вред. Невозможно, чтобы прилежно обучающиеся какому-либо художеству ежедневно не успевали в нем. Но одни познают это преуспеяние, а другие не примечают его по особенному распоряжению промысла Божия. Хороший купец на всякий вечер непременно считает дневную прибыль или убыток, но сего он не может ясно узнать, если ежечасно не будет всего записывать в счетную книгу, потому что ежечасное самоиспытание ежедневно просвещает душу. Он говорит так, что, в переносном смысле, но смысл такой, когда человек живет в монастыре, старается, подвязается, то не всегда он видит какую-то пользу для себя в монастыре. Не всегда он видит, что он в лучшую сторону исправляется, изменяется в лучшую сторону, но это не значит, что он не получает пользы. Просто Господь не показывает этой пользы. Ну, опять промыслительно, чтобы не возгордиться, не превозноситься. Ну и говорит, чтобы познавать свое состояние, нужно ежечасно испытывать свою душу. То есть, как мы провели этот час, где был наш ум с Богом, или как-то суетился этот ум, или о чем-то греховном помышлял. Безрассудный, когда его укоряют или осуждают, оскорбляется и старается противоречить. И вот тут, знаете, мы все должны подумать, не являемся ли мы иногда безрассудными. То есть, когда нас укоряют или осуждают, если мы оскорбляемся и стараемся противоречить, значит, мы безрассудные. Вот по слову Столу Иоанна Лисиченко. Может, не всем приятно это слышать или читать, но это вот святоотеческое учение. «Когда бьют тебя выговорами и укоризнами, молчи, не принимай душевные прижигания, или, лучше сказать, светильники чистоты. Когда же духовный врач твой перестанет тебя обличать, тогда кайся пред ним, ибо в самом действии гнева он, может быть, и не примет твоего покаяния». Ну вот, знаете, есть такое евангельское выражение, Господь говорит, «Когда ударят тебя в правую щелку, поставь левую». Старец Амбрось Оптинский поясняет, говорит, «Ну, в основном правши, и ударить в правую щелку не очень удобно, и явно здесь какой-то смысл духовный надо смотреть». И вот он говорит, «Когда нас ударяют в правую щелку, это значит, нас в чем-то укоряют». Что значит поставить левую? Надо вспомнить свои грехи. Быть может, не связаны с данной ситуацией, и не те грехи, за которые нас сейчас обличают, быть может, вообще нас несправедливо обличают, но вспомнить настоящие свои грехи, основные свои пороки, страсти в этот момент нужно вспомнить. И тогда Господь очищает нас от этих грехов, от этих страстей. В основном самое полезное действие очищающее имеет как раз напрасный укоризм, наш адрес. И вот если мы будем не безрассудными, как написано, а такими благоразумными, то мы будем пользоваться этим моментом. второе, второе взац, «Когда духовный врач твой перестает обличать, тогда кайся пред ним». Ну, то есть, если человек, наш начальник, скажем, разгневался на нас, то нужно терпеть, ну, не оправдаться, не оскорбляться в то же время. Вот, когда уже человек успокоился, тогда сказать, простите, вот так и так вот там было, видите, покаяться. А в самом гневе лучше не пытаться оправдаться. «Прибывающие в общежитии, хотя и против всех страстей на всякий час должны подвязаться, но в особенности против двух, против чрева неистовства и вспыльчивости». Ну, вспыльчивость – это вот первая стадия такого раздражительности и гнева, когда тот час человек вспыхивает, отвечая на лукаризны. То есть, есть же еще вид жительства, когда скидское житие, когда прибывает рядом со старцем еще несколько учеников, есть отшельническое, а есть житие иноческое именно в общежитии. И там властные страсти – это чревоугодие и вспыльчивость. Вот надо против них особенно подвязаться. «Прибывающим в послушании дьявол влагает желание, добродетели невозможны для них». Ну, то есть, бывает такое, и вот по житиям святых мы читаем, знаем, когда человек в общежитии пребывает, то дьявол влагает мысль «надо идти на безмолву, надо все бросить, а то тут не спасешься, надо идти отшельником быть». Вот. Или брать на себя полный подвиг молчания. Вот. Но это невозможно для тех, кто в общежитии живет и неразумно будет без благословения брать на себя какие-то подвиги. «Подобным образом и живущим в безмолвии он советует несвойственно им». А те, кто в безмолвии живет, дьявол советует так, надо делать добрые дела, надо строить больницы, помогать больным служить, то есть, чтобы расстроить безмолвиков, безмолвников. Поистине, немногие могут разумом проходить безмолвие, но только те, которые стяжали божественное утешение, поощрение в трудах и помощь в обраниях. Насчет безмолвия святые учат, что надо сначала бы желательно пройти общежительный монастырь и потом, если благословят уже духовники и игумен, то выходить на безмолвие. Бывают, конечно, люди, которые предрасположены к безмолвию, но опять только с благословения духовника. Не должны искать таких руководителей, которые бы имели дар пророчества или прозрения, но прежде всего истинно смиренно мудрых и по нраву и местопребыванию своему приличных нашим недугам. Ну, то есть, знаете, если большая слава идет о человеке, что он прозорливый, и бывает, когда люди хотят стать учениками его, то руководствуется только лишь его славой и себе хочется такой же славы, чтобы быть рядом с знаменитым человеком. А здесь говорится, что это второстепенно. Главное, смотри, чтобы он был истинно смиренно мудрым человеком, то есть, смиренным. и по нраву и местопребыванию приличным нашим недугам. То есть, если он в очень известном месте, то рядом с ним, там, где, может быть, народу уже много, может быть, будет неполезным. Всегда помышляй, что наставник тебя искушает, и ты никогда не погрешишь. То есть, когда нас укоряют начальник, то надо считать, что он нас испытывает. И, ну, то есть, некоторые говорят, да, не ведут, что творит, вот, или он такой гневный, или он в страсти впал различные. Вот. А надо помышлять, что человек нас испытывает. Тогда мы не согрешим. Это о чем говоришь, что он о нас заботится, о нашем спасении. Ну, сейчас я еще кратко дорасскажу, потому что осталось совсем немного уже. Зачитаем. Рассмотрим и рассудим со вниманием, когда должно нам благодарно и безмолвно терпеть обвинения от пастыря и когда объясняться перед ним. Мне кажется, что во всех случаях, когда бесчестие падает на нас одних, должно молчать и в это время духовного приобретения. А когда обвинение касается другого лица, тогда должно говорить защиту ради союза любви и ненарушимого мира. Вот это тоже православными людьми зачастую с трудом воспринимается. Видите, когда нас бесчестят, то это время духовного приобретения. Вот если бы нам уяснить это, исполнять на деле и потихонечку других людей учить, то конечно люди бы преуспевали духовно. То есть бесчестие, когда мы благоразумно переносим смирением, самоукорением, это самое лучшее время для приобретения чистоты и духовных даров. Вот. И поэтому надо молчать в это время. А когда обвиняют других еще, то можно заступиться это по братолюбию. Пользу послушания возвестят тебе те, которые отпали от него, ибо они тогда только узнали, на каком стояли они в небе. Ну и на самом деле, я вам скажу, что бывало, что человек не выдерживал в монастыре, уходил из монастыря, а потом или пишет, или звонит и говорит братьям, да, как хорошо в монастыре. То есть когда они сами находились в монастыре, то брани не выдержали, все время делал, выгонял, как бы их в помыслах, бежать, надо бежать, и потом они, если исполнили эти помыслы, убежали, потом уже понимают, как хорошо жить в монастыре. «Кто стремится к бесстрастию и к Богу, тот считает потерянным всякий день, в который его никто не укорял». Вот это тоже. Для обычных православных людей это немыслимо. Когда им так объясняешь, они говорят, да неужели это так, это невозможно. Ведь православие, христиансы это же радость, а вы говорите, что если никто нас не укорял, значит день потерянный. Но на самом деле противоречий нет. Ведь радость мы считаем должна быть о Христе, радость от исполнения воли Божьей, радость от приближения к Богу. А приближаемся мы с помощью таких витаминок, то есть когда нас укоряют и когда мы боремся со своими страстями, тогда мы становимся чище, ближе к Богу. Когда деревья колеблемые, ветрами, глубоко в землю пускают корни, так и пребывающие в послушании стяжут крепкие и непоколебимые души. То есть человек духовно возрастает от таких перенесения искушений, соблазнов, он все больше и больше смиряется и получает большую корневую систему и становится непоколебимым. нам всем это надо конечно, это есть духовность собственно. Кто живя в безмолвии познал свою немощь и пришедший продал себя послушанию, тот бывший слеп без труда ко Христу прозрел. Это тоже удивительно и для многих непонятно. Говорят безмолвие выше же, чем пребывание в общительном монастыре. а здесь говорится если безмолвник осознал что послушание выше и пошел и стал послушником он прозрел. Здесь я думаю кто-нибудь из наших священников нам приготовит доклад про преподобного Антония Нового которого так и прочитал кстати эту фразу в лестнице он нашел и говорит он был безмолвником потом прочитал эту фразу у Иоанна Лестничника и говорит столько лет подвязаюсь безмолвие я еще и слепой наконец-то хочу и прозреть и пошел в общежительный монастырь там удивительная у него жизнь была подвиги удивительные обязательно ознакомимся с его жизнью мужайтесь братья подвижники мужайтесь еще раз скажу мужайтесь и не приставайте стремиться вперед внимая к премудрому который говорит о вас Господь я козлато в горниле паче же в общежитии искуси их яков все плодия жертвены приятья в недра своя степень равночестная евангелиста мужайся подвижник стремись вперед без страха некогда Иоанна передел Петра а здесь послушание положено прежде покаяние ибо предваривший ученик представлял образ послушания а апостол Петр образ покаяния дорогие отцы благодарю вас за внимание надеюсь то что мы сейчас с вами проходили ложится на сердце и с некоторыми вещами быть может впервые мы сталкиваемся и участь в семинарии ведя священническую жизнь читая жития святых быть может на это не всем обращали внимание но это наиважнейшие вещи то что нам нужно для собственных собственного возрастания духовного очищения освящения и для того чтобы мы были более опытными духовниками чтобы жили мы по учению святых отцов спасибо Господи за внимание